С Новым Годом, мои зрители! Надеюсь, вы очень весело отметили этот праздник. И теперь в ожидании сегодняшних футбольных баталий вечерних. И самое главное из них, это, конечно же, дерби Северного Лондона в 1.32 Кубка Англии между Арсеналом и Тоттенхэмом. Вот такой вот сегодня матч нас ждет вечером для настоящих футбольных эстетов. Будем пытаться наслаждаться футболом. Надеюсь, команда нас не разочарует. Так, давайте посмотрим сразу, против кого играю. Потому что тут же первый мужу предложивший выбрал Арсенал. И я, естественно, взял Тоттенхэм, буду играть за Тоттенхэм. Он британец, 5 звезд. Никнейм его вы видели. Вот приблизительные составы. Я думаю, что, возможно, сегодня тренеры немного будут экспериментировать с составами. Потому что только прошел боксинг-дэй. И понимаете, что, ну, как бы, все вот эти футбольные мотивации, понятно, что очень серьезные у каждой из команд, особенно у лидеров английской премьер-лиги. Но я бы сказал, что все-таки тонус игровой всегда поддерживать в таком настрое невозможно. И нужно как-то пользоваться резервами. Плюс нужно дать какую-то игровую практику запасным. А для этого существуют матчи-кутков. Пока у этих команд, ну, в Англии, вы знаете, 4 турнира. Вот. Так что нужно давать всем поиграть. Так, ну, о Кубке Англии хотелось бы поговорить. Самый старый турнир футбольный, существующий вообще на свете. Вот. И, естественно... Ой, какой пас хороший! Нет, не успеется. Олега, так мячу кротки. Так вот, самый старый турнир. И, конечно же, победить в нем очень престижно. И все команды пытаются это сделать. Но не у всех получается. Первых, Арсенал. Который не может выиграть титулов уже в течение 8-9 лет. Я уже был со счетом. Вообще никаких. И, конечно же, Кубок Англии это тот турнир, который Арсенал может. Выиграть. И должен выигрывать. С его кондициями. С его составом. Но мы же знаем, в Англии конкуренция очень большая. Плюс в Кубках частенько выстреливают... Ой, какой удар! Штанга! В Кубках частенько выстреливают команды. Даже с нижних дивизионов. Еще один хороший удар на мимо ворот. Вот. Значит, я же это не говорю не просто так. Действующим победителем Кубка Англии является Выбор. Он в прошлом году, конечно, играл в премьер-лиге. Но сейчас играет в чемпионшипе. Команда из чемпионшипа является действующим обладателем трофея Кубка Англии. Так, что-то нашему оппоненту не нравится. Он там, кстати, играет с гарнитурой. И вообще выходит из матча. Блин, ну козел просто. Я не знаю, что сказать. Вышел из матча и это абсолютно нехорошо сделал. Так, ладно. Давайте сейчас попробуем найти кого-то, кто побыстрее будет. Может быть. Скотина просто. Как так? Ну, блин, ну играли-играли. Взял, вышел с игры. Нет, дружище. Возьми, пожалуйста, Арсенал. Я тебя прошу. Да-да-да-да-да. Не Аякса, Арсенал. Сейчас. Напишем. Да елки-палки. Арсенал. Давай, возьми, пожалуйста, Арсенал. О, он взял его уже. Я им пишу все. Конечно. Посмотрите. Даже в других стран. Да не надо желтую форму. Ну, что за бред. Возьми красную. Хотя, какая нахрен разница. Так. Ну, не будем смотреть руководство. Поехали. Сразу. Просто у нас так получилось. Двойное начало игры. Как его зовут? Посмотрим. Шактус. Баскетбольный болельщик, скорее всего. Может, американец. Видите. Это корона. По-моему, Сакраменто кинется. Да. Семблема Сакраменто. Так. Ну что. Продолжим. То есть, как бы, и продолжим. Мы начнем заново. К сожалению. А там у нас были уже хорошие моменты. Все. Заставочка пропускаем. Теперь у нас Арсенал играет в желтом. Но мы также играем за Топенхем. И также у нас дождливая погода и вечер. Все. Как будто бы не выходили из игры. И также счет 0-0. Если только Арсенал пошел в раздевалку и переоделся. Здесь отсоединение хуже. И, видите, притормаживает немного. Приятно. Ну ладно. Так вот. Исторический турнир. Да. Арсеналу нужно победить. Но будем не забывать, что и, конечно же, Топенхему с его новым тренером хотелось бы, естественно, на такой ранней стадии не покидать турнир. Плюс Топенхема, которому вообще нужны титулы. Хоть какие-нибудь победитель, кстати, тут к Англии. Получается возможность играть в Лиге Европы. За счет чего выгодно играет сейчас в Лиге Европы. Как неудобно играть, а тормозит все. Подачку, подачку, подачку и пробить не получается. Честно. Первый на мяче. Так вот. Кубок Англии является очень престижным турниром. Но вот тут команды с нижних дивизионов могут хреньнуть прям абсолютно спокойно. В прошлом сезоне Арсенал покинул Кубок Англии в одной восьмой финала, проиграв Блэкборну. Сегодня, кстати, Блэкборн будет в Ман-Сити играть у себя дома. Так вот, проиграл Арсенал Блэкборну. А Лиц вылетел в 1.16. Ой, не Лиц, а Тотом Хем вылетел в 1.16 и проиграл он Лицком. Вообще, как бы. На ранней стадии Тотом Хем по Кем турниру. Ну, я не знаю, ребят, как мне играть. Вот такие торможения. Ну, это просто ужас. Видно было там, что там красное было соединение. Плохое. Ой. Ой, к сожалению, придется, наверное, мне и этот матч прервать. Ну да, ну не я уже, а оппонент прерывает. Что ж так не везет-то, а? Ну что, бог любит троицу. Может быть, в третий раз нам. Партит, и мы найдем кого-нибудь. Кто-нибудь. О, какой-то смузик этот. Пацанчик нам попался. Итальянец, что ли. Возьми, пожалуйста, не Наполи, а Арсенал. У него там прям... Да, итальянец, гляньте. Не гадал я. Так, еще раз. Арсенал. Арсенал. Недавно я в матче, прогнозе на матч с Манчестер-Сити о Наполе. Так же, он с итальянцем пытался договориться по гарнитуре. Сможет, кстати, подключу гарнитуру, и тогда будет более быстро. Тем более, что он-то из гарнитуры играет. А я тогда тех итальянцев... Ну, если не видели, посмотрите обязательно это видео. Очень прикольное видео. Манчестер-Сити. Тоттенхэм. Ой, Crystal Palace. Вот, там мы прям с итальянцами повеселились. Семейка итальянская была. Hello, hello. Оп. Арсенал, Арсенал. Одел я гарнитуру. Вот, прошу его сейчас, видите, меняет он команды. Может быть, все-таки возьмет Арсенал. Ищет лигу. Оп, Арсенал. Окей. Let's go. Red, Red. 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 Какой-то он молодой вообще. Ну, ладно, пускай будет в желтом уже. Все равно. Поехали. Ну, вот так вот. Третья попытка у нас получается сыграть наконец-то этот матч между Арсеналом и Тоттенхэмом. Ну, а что вы хотели? Дерби. Все серьезно. Ой-ой-ой. Чуть в девяточку мяч не попал. Музыка громко у него играет. Он прям как будто бы это... Какие-то арабские у него эти комментаторы. Итальянские, как говорят, трехзвездочный итальянец, поняли мы уже. Так, мы предлагаем начинать уже. Хватит тянуть время. Более мы уже... Ну, вот. Зато теперь погода у нас не пасмурная. Но составы другие совсем обратили внимание. Да, Азила нету. Ну, ладно. Мы на это не будем сильно на этом зацикливаться. Сильно не будем. Потому что я уже проговорил по поводу составов. Вы знаете, скорее всего, будут изменения. В отличие от того, что в Boxing Day мы видели. Не самые оптимальные составы. Но для этого и существуют в Англии кубки. Хоть и Кубок Англии более серьезный тип, чем Кубок Английской Лиги. Но в любом случае. Это ранняя стадия. Слушаю его комментатора. Его вообще не слышу. Такого молодого парнишу. Эй, Йоу, Италия, Италия. Каман, Италия. Молчит. Не хочет ко мне разговаривать. Либо не слышит, либо... Оба-на. Хорошо отнял мяч. И пас неплохой. Но тут Сальгадо не успевает. Не успевает. Сальгадо он. Кстати, редкость большая. Сразу три человека подряд. И выбрали Арсенал. Тоттенхэм. Наверное, все-таки в курсе. Люди, что такой матч сегодня вечером состоится. И готовы. Именно эту игру играть. Так, ладно. Что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что... Я конкретно веселился со своими друзьями. И в пылу этого веселья я забыл про матч. Вот так вот. Можете называть меня как хотите. Хороший удар был какой от Розы. Но... Мимо. Так вот, забыл я про эту игру. Просто играли в PlayStation. И в Мувы там веселились с друзьями. И, короче, да. Вот так вот. Я каюсь. Забыл. Смотрит матч. Смотрел только обзоры. Ну, вроде, да. United играл неплохо. Но... Оборона просто ужаснейшая у Манчестера. Не знаю. Как вот в случае со вторым голом. Как так получилось, что... Валенсия с Руни оказываются сзади. А где защитники? Вообще непонятно. Естественно, Валенсия не успевает закрыть Эриксона. Ну, это просто ужас какой-то. Так в обороне играть нельзя. Но... Ни капельки это не уменьшает достоинства Тоттенхэма. То есть, воспользуясь ошибками соперников. И забили красивые мячи. Особенно Адебайор. Очень неплохой мяч забил. В прекрасной форме сейчас находится. Эриксер дал ему новые шансы проявить себя. И вот Адебайор не пользует этими шансами. Поэтому... У Тоттенхэма сейчас небольшой подъем игровой. Так что... Вполне возможно, что и сегодняшний матч Тоттенхэм выиграет. Но не будем забывать, что и Арсенал в хорошей форме. Лидирует в чемпионате Англии. Причем продолжает это делать уже на протяжении очень долгого времени. Так что, в дерби северного Лондона сегодня будем надеяться нам удастся на славу. Еще не будем забывать такие старые эмоции еще тех времен, когда НТВ Плюс изначально показывал чемпионат Англии. Помнится мне, как мы в баре смотрели один из матчей. Именно Арсенал в Тоттенхэм. Чемпионат Англии. И это, ну как бы, не знаю, традиция у них что ли. Они постоянно друг в дружку забивают кучу голов. И там по 4-4 могут сыграть. 3-3. Счета такие классные игры. Управивают. НХЛ. Английская премьер-лига это НХЛ. А вот ключевые матчи вот таких команд. Но тем временем у нас желтая карточка. И Подольский с мячом рвется по краю. Делает подачу на жру. Мяч до него не доходит. Снял я гарнитуру. Невозможно мне сидеть, играть. Нет смысла, там не переговариваешься. И так через колонку слышно его комментаторов. Ну зачем такая передача? Ну я хотел же ниже. Ой-ой-ой-ой. Холби здесь в подкате пытается дотянуться. И все-таки перехватить удалось мяч, но он ушел на аут. Ой, хороший какой пас на Сальгадо и удары исчезные. Нет, был не Сальгадо, извиняюсь. Как хорошо открылся Холби, тут один в центре, абсолютно забивай, не хочу. Но он честный. Так, Волкер подает угловой. Неплохо и чуть выше ворот должен. Сальгадо. Да. Сальгадо. 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 И все-таки влечи на инвесток газете. Сальгадо. Сальгадо. Сальгадо.